Всем привет! Меня зовут Ясира Каримова, и это мой самый первый подкаст. Я очень волнуюсь, поэтому не хочу слишком долго тянуть. И давайте же познакомлю вас со своей гостью, Равина Иргашева. Сегодня подкаст у нас самый первый. И я очень сильно волнуюсь, поэтому давайте же скорее начнем. Первое, с чего хочу начать, Равина, мы с тобой очень давно, да, в принципе, давно не виделись. Последний раз мы виделись с ней, когда мы снимали совместный ролик, вот, а после этого мы не виделись. И ты прямо изменилась с этого времени. Ну, вообще, конечно, да. Да. Равина, давай же начнем с тобой такого, с первого мини-вопроса. Тебе нравятся съемки? Да. Ну, пригласила уже, и нужно же спросить, вообще, нравится ли ей такое. Тебе нравятся съемки? Мне очень нравятся съемки, мне интересно. Я энергичная, никогда не отстаю. Ну, кстати, да, съемки именно то место, где можно делать, в принципе, что угодно, только не на камеру. Побегать, повеселиться, это прямо самое то место. И вообще там всегда очень много разных интересных людей. Можно встретить много личностей. Говорю, как человек, который снимался в сериалах. В-трех. Да, я актриса. Равина, хочу задать тебе, мне кажется, вопрос, который, ну, интересен мне самой лично, потому что такое у многих есть. Как тебя узнают на улице? Как Осьё, которая играла в сериале Кенчауате, или же просто как Равина Илькашева, которая снимает прикольные рилсы? Нет. О, это ты, ой, всё, можно с тобой сфоткаться. Да, вот так больше узнают, или просто, о, Равина Илькашева, это же ты, рилсы, снимаешь. Нет, так, это, о, это, ой, всё, можно с тобой сфоткаться. Ой, у меня, кстати, у меня всегда по-разному. Вот, например, недавно, прям недавно узнали меня как Ясиру. Не как девочку из Кенчата, а как Ясиру. Кстати, они не были подписаны на мой инстаграм. Там были девочки, их, кстати, было несколько, там, пять-шесть девочек. Вот, и они узнали меня как Ясиру Каримова с ютуба. Я похвастаюсь этим. С инстаграма они знают про мой инстаграм, но, оказывается, у них его нету. А как и Кенчата, ну, конечно, да, меня лично с Кенчата тоже узнают, наверное, больше. Да, с Кенчата узнают меня больше. А вообще, этот подкаст такой, ну, про блогерство и так далее, поэтому задам очень тоже интересный вопрос, связанный с этой темой. Как я понимаю, в Кенчат это была твоя самая первая роль, поэтому расскажи, как тебе съёмки, как вообще тебе твоя роль, что вот можешь сказать об этом сериале? Мне очень понравилось. Было интересно, весело. Что именно тебе понравилось вот в съёмках и в твоей героине? Вот, осё, да, именно. Характеры, да, просто узы, да. Сериал сценарий, 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 сэдон моё, кан. Мама каждый день я глазом осё, да, прям каждый день. Я взяла. Я такая, почему в колорусе, как пушеный пот. Ну, да. Потому что сериал уже по себе немного халям, по-моему, чудоям, грустный характер сериал, но, в принципе, нормально. Равина, вот есть блогеры, другие, если даже ты сама блогер, у меня лично так, ты всё равно смотришь, фанатеешь по каким-то другим знаменитым личностям, блогерам, поэтому расскажи-ка нам, по кому ты фанатеешь, кого ты просто смотришь и так далее. Каких блогеров? Я люблю Милану Хамедову, она тоже блогерша. Я её видела, вот её я знаю. Я смотрела, Марьяна, Ракель. Я знаю, кто такая девочка. Да. Вроде бы я знаю, я в Инстаграме видела. И всё? Прикольно. Это... Они музыку, да, вот это делают? Я знаю, потому что я их знаю, и за ними не слежу, но я знаю. Хорошо. Даже если не в тему, я просто добавлю свои пять копеек и скажу вам, по кому фанатею я. Я фанатею по ОДЖИБУ, добро, я тебя люблю. Я и Сира, кстати, я тоже своё твоё видео. Они тоже смешные, интересные. Спасибо. Я тоже лайкаю твоё видео. Давай совместное видео сделаем после съёмки. Мы можем, в принципе, да. Мы можем здесь что-нибудь снять, потому что здесь, я вам скажу, очень уютненько и прикольненько. Спасибо. Мне приятно. Я всегда смущаюсь, когда мне говорят, что у меня что-то там классно получается. И... Ну, классно. Спасибо. Я прямо благодарю. Немного поаристокритически, да? А, теперь. Какая бы вопрос задать? У меня так много вопросов, но я сейчас думаю, как бы сформулировать это всё. Какая бы вопрос задать, что у меня есть подписчик, я видела? Ждем просто. А? Как? Как такое возможно веб-колл-тур знаете? Просто снимала видео, и мне понравилось это видео, как я после школы приодеваюсь, делаю свои дела. Я видела, она залетела на много просмотров, я видела. Да. Ну, классное видео. Я такие видео люблю, но опять добавлю. И стоите. У меня такое не залетает. И всё. А кто тебе помогает снимать все твои ролики, рилсы, вообще с Инстаграмом? Лично я скажу так. Мне помогает моя мама. Она делает всё больше, чем я. Ну, стыдно признавать. Но это правда. Спасибо, мама. Я это очень ценю. А тебе вот кто помогает? Мне помогает бабушка, мама, папа, дедушка, братик. Ну, особенно помогает мне мама. Вся семья, я так поняла. Ну, это, кстати, очень прикольно, когда вся семья тебя поддерживает в том, что тебе интересно. Это просто. Ну, очень классно. Например, у меня лично также. Что там? Мне помогает иногда папа. Потом. Мне помогала тётя, когда я была в Америке. Мы с ней каждый день, каждый, каждый, каждый день снимали рилсы. У нас были с ней свои собственные профессиональные рилсы. Копировка пародия всей нашей фэмили. Ну, я надеюсь, они никогда на меня из-за этого не обижались. Потому что мне лично эти видео нравились. Даже была пародия на мою маму. I'm so sorry. Sorry. Вот. А так... Ну, это классно. Очень классно. Когда у тебя есть огромная поддержка со стороны твоей семьи. А каково это быть популярной, кстати? Это как тебе? То есть тебе нравится, когда тебе подходят и такие... О, Ося, это же ты! Да, мне все подходят. И в магазине Балзорли, ну, в школе где-то. Это прикольно. Это очень прикольно, когда подходят. Хорошо. А ты прямо всегда такая активная, радостная? Или бывают моменты, когда тебе прямо усталый? О май гад, пожалуйста, нет! Бывают такие моменты, нет? Я счастливая, у меня есть энергии. Она энергию просто. Ну, это классно. Всегда быть так-то радостной со своими фанатами. Мухли Слярпля. А каково это в 10 лет зарабатывать деньги в таком вот юном возрасте? Это не каждому я скажу. И вообще зарабатываешь ли ты деньги на инстаграме, на рекламе и так далее? Да, я зарабатываю деньги в олигаркид, получаю деньги. Но мне даст папа деньги и бабушка, дедушка. Ну, они мне даст деньги. Я могу все, что хочу покупать. Ничего я себе не отказываю. Ну, это, конечно, да. Так должно быть, я думаю. А именно деньги с инстаграма собирает мама? Да. Ну, я думаю, у многих так. У меня, кстати, деньги идут с самого инстаграма. А я видела где-то, что Мария Мтеляева говорила, что она первый человек в Узбекистане, который зарабатывает деньги прямо с самого инстаграма. И могу объявить тоже, что я где-то уже 6 месяцев или чуть больше тоже зарабатываю деньги именно с самого инстаграма, не на рекламе. Это прям, мне кажется, очень-очень классно. И thank you, инстаграм, for this, my возможность. Что-то вообще... Теперь еще один вопрос. А вообще, ты вот в будущем собираешься ли продолжать вот эту вот сферу актерства? Или вот ты хочешь продолжать быть такой личностью? И типа съемки, блогинг и так далее? Блогинг? Вроде так? Ну, не знаю. Ты планируешь продолжить или у тебя есть какие-то другие планы? То есть ты можешь, наверное, хочешь кем-то другим стать? Нет, я хочу быть блогером, рекламировать что-то. О, это прикольно, потому что в будущем, наверное, это тоже будет даже больше развито, чем сейчас. Потому что сейчас тоже много разных блогеров. Ну, поэтому ты выбрала, в принципе, правильный путь. Спасибо. А вообще, что бы ты хотела купить на деньги с этой рекламы, если бы, типа, мама не собирала? Я хотела купить iPhone 15. Да. Это сейчас у всех, мне кажется, такое же. Я хочу очень купить много вещей, бесконечно. Сладостей? Одежды. А, одежды. Я слышала. Я думаю, что, в принципе, правильно. Вот какие бренды ты любишь? Именно одежды. Моя любимая бренд – это Louis Vuitton. О, сразу начала с такого. И Gucci любимый, Zara. Прикольно. Я скажу так, самые, возможно, странные. И Nike. Nike. Это, да, это мое самое любимое. Это просто, ну, боже мой, ну, что за гениальный бренд. Я обожаю, потому что там всегда можно найти просто все. Yes. Просто люблю. Больше, чем Adidas, кстати. А еще у меня есть мой самый любимый бренд, который не нравится моей маме. И вообще половине мира, по-моему. Многие его не любят, потому что это считают чем-то таким ненормальным. Но мне нравится Balenciaga. Я обожаю сумку Lace, которую они придумали. Если это вот моим родственникам, если вы вдруг это смотрите, и вы когда-нибудь подумаете мне, что-то классное реально подарить, от чего я буду визжать и прыгать, просто подарите мне сумку Lace, Balenciaga. Да, это просто именно заметку. А расскажи-ка о своей семье. Сколько вас в семье? И как все относятся к тому, что ты вот такой вот популярный уже, в принципе, блогер? Они сами мне согласились. Будь актрисой, будь блогером. А я такие умные. Я такая, ладно. Ты решила, короче, их желание поплатить в реальность. Ладно. Такая подумала. Ладно. А ты играешь в какие-то игры прямо с таким увлечением? Ты прям каждую секунду берешь телефон и заходишь и играешь? Да. Есть? Да. Расскажи, какие это игры? Я играла в Roblox, но моя мама удалила эту игру. И... И... Сосед. Да. И еще я забыла, как называется эта игра. Minecraft. Minecraft. А, да. Minecraft игра. Классная игра. И еще тьмон. Ну, ты знаешь, что игла? Ну, короче, бегать от кого-то. А, сабвей что-то, да. Да, вот это, да, да, да. Знаю эту игру. Играла когда-то очень давно. Еще другая версия. Ты знаешь, что он за золотом. Там, короче, кошка. Том бегает. А, да, 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 да. Тоже от кого-то, от кого не помню. Но тоже бегает, там монеты собирает. Тоже люблю очень эту игру. Самая лучшая. Я тебя обожаю. И... Еще я люблю... Есть игра эстетика? Ну, такие есть. Не знаю эту игру. А что там? Ну, короче, уход для лица, ну, короче. А, там типа модель какая-то лежит, да? У меня на планшете, по-моему, такая игра была. Ну, на старом планшете. Прикольная. А ты играешь в игру Тока-Бока? Она... Да, да, да. Давно была очень популярна. Я играла. В 2021 она была популярна. У меня игра Айпаде в телефоне. У меня на Айпаде она была. У меня с этой игрой очень много воспоминаний, как минимум, потому что я туда тратила все, 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 все мамины деньги. И не только мамины. Вот. И еще у меня была своя звездная карьера, связанная с этой игрой. У меня был ТикТок, где я снимала сериалы с этой игры. И там на минуточку было 13 тысяч подписчиков. Я не знаю, как люди такое смотрели. Ну, типа, зачем они такое смотрели, эти сериалы с игры. Но они такое смотрели, у меня была такая вся звездная карьера. Спасибо. И я снимаю лайки. О, лайки? Каждый день. Ну, снимаю лайки. И смотрю что-то. У меня много подписчиков. Сколько? Да я не помню, Галя. Прикольно. Лайк. Я думала, что лайк сейчас не настолько популярен. Типа, он раньше был популярен очень сильно прям. А сейчас я что-то поняла, забыла. А в ТикТоке что-то было? Кто-то вообще заблокировал ТикТоке? А теперь все начинали снимать в лайки. Да, вот в Узбекистане заблокировали ТикТок в 2021 или в 2022, а может и в 2023, точно не помню. Ну, мне кажется, в 2022, в 2021 заблокировали. И тогда все перешли в лайк, я тоже снимала со своим двоим братом. И одна тоже снимала. Подписчиков, кстати, у меня было не так много. Одни боты, которые мне писали вау, фантастик. И все. А так, у тебя получается из соцсетей сейчас только инстаграм и лайк. Да. А с лайка ты не зарабатываешь? Немного so sad, но... Ладно, мы, кстати, с ней снимали одно видео в лайк. Помнишь, когда мы после этого нас виделись? Да, мы с ней снимали одно видео в лайк. Тоже лайкерша. Хотя у меня там нету канту. Я сказала, узнали кто? Потом она такая, я сира, это я сира, я сира, я сира, я сира. Так много комментариев. В лайке? Да. Узнали, кто эта девочка? Она все такие, я сира, это же, это что, я сира, а как это ты с ней встретишься? Я не верю. Быть не может. Не то, что не верю, я просто в шоке, потому что не знала, что меня знают даже в лайке. Очень приятно. А келеджеки-то именно кана-ка ролью на Махчисан. То есть вот хазыр и кинчата, да, был немного такой, яглагян, обиженный, ну как обиженный, ну да, в принципе, обиженный кисчаха, когда богян. Вот. А келеджеки-то в будущем. Кана-ка ролью на Махчисан. Не знаю, например, хотела сниматься с тобой, или что-то веселое. Да, ты хочешь что-то веселое, или как какие-нибудь что-то грустное, например, или фэнтези? Нет, веселое. Это сложно, поплакать, это сложно. Да. Милая беда. А давай. Давайте. Нет, реально, давай. Давай. Ладно, сейчас надо обидеть. Вот. Давай. Все. Это эксклюзивный контент. Сегодня у нас на подкасте плачут. Неожиданно немного. Она плачет. Не видно? Немного здесь слеза пошла. Ну, это классно. А ты случайно не пользуешься методом просто не моргать? Нет. Нет? Нет. Нет воспоминаний. А, ты реально? Мне вот как-то говорили, что если ты хочешь заплакать, это было во время съемок Сенсес, мне говорили, если ты хочешь заплакать, просто не моргай 40 минут. И я вот так вот стояла. И я вот так вот стояла. У меня есть серия там одна в Сенсес, где я стою вот так вот, прямо в кадре, прямо вот так вот. Поэтому, по ходу, этот лайфхак не самый рабочий. А вот с воспоминаниями, кстати, да. А, подожди, подожди, а тушь мандах на этом? Ой, нет, нет, нормально все. Я даже не заметила, что у тебя ж не... Нет, 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 вроде бы нет. Я просто... А, твой любимый цвет? А, очень много. Прям вообще много сказать. Давай. Я буду считать. Розовый, белый, черный. Все? Ой, как много. Да. Пальцев не хватает. Посчитай, да? Да, вообще прям много. Уровина три любимых цвета. Белый, черный, розовый. Прикольно. А у тебя? У меня? Сейчас будет зеленый. Да, нет. Зеленый. Ну, кстати, почти. Черный, белый. Нет. Давай. Зеленый, такой темно-зеленый, черный, темно-синий. Три цвета. Ну, еще серый. Да, серый еще. А, ты как будто подросток. Нет, это просто... Нет, я скажу так. Мне просто очень сильно, как по мне, идет темно-синий. У меня есть худи, которые я ношу постоянно. Сейчас лето. Да, потому что. Всем привет, ребят. Я одну и той же в худи. Да. Сейчас лето. И это худи все еще со мной. И когда мне срочно нужно пойти в магазин у дома, я выхожу в этом худи. Нормально, нет? Нет. Я, конечно, думаю, что это ненормально, но... Немного вот такой вот я человек. А ты бы хотела развиваться в ютубе, например, открыть свой ютуб-канал? Да, я очень хотела. Но я попрошу у мамы или у папы. Они мне, наверное, откроют. И я хочу снимать АСМР. И какие-то распаковки какие-то про одежду. Ну, такое... Ну, это прикольно. Я люблю такое. АСМР. АСМР я не слушаю, вроде бы. Но они прикольные все. Я не люблю вот такие АСМР. Я люблю АСМР с едой. Ну, это хихо. Ну, не с едой, а со сладостями. Как минимум, потому что я сама снимала такое. Люблю. Я, наверное, буду эстетичные видео снимать. Эстетичные. Эстетик. Эстетик. Ну, эстетику, кстати, тоже нужно уметь снимать. Потому что перед вами сидит тот человек. С утра проснулась, надеваешь маску. Ну, вот такой. Она может снимать эстетику. Я вам серьезно говорю. Я видела ее видео в Инстаграме. Которые там эстетик, эстетик. Ты тоже уже снимаешь эстетик? Я, кстати, такое... Ну, уже давно не снимаю. Вот, я видела ее Инстаграм. Там, видела, типа, с утра проснулась и так далее. Это тоже нужно уметь снимать. А я тот человек, который когда-то в ТикТок тоже снимал эстетику, как он выдавливает крем на камеру. Вы считаете это эстетикой? Я тогда считала. И очень много людей тогда считали это эстетикой. Это, наверное, именно тогда появится эта вот эстетика. Этот тренд на эстетику. У тебя есть хобби? Да, конечно. Я хочу... Ну, я вчера танцевалась в Таджикистанский. Таджикистанский? Таджикистанский. Ну, я не умею так говорить. Да, не, нормально. Да. Могу... Ну, хочу заниматься. И хочу заниматься в гольф, в теннис. Вау, прикольно. Да. Гольф это да. Да. Гольф это классно. Да. Обязательно попробуй, потому что... И вы, кстати, тоже попробуйте, потому что это... В танце это мое. В танце это мое. Для меня легко танцевать. Я энергичная. Ну, если энергичная, если легко, это, конечно же, да. Нужно. Ты энергичная в гольфе? Энергичная, да, вроде бы, вроде бы такая. Ты вялая. Нет, энергичная. Обижаете что-то вы меня все? Энергичная, конечно же. Потому что, ну, гольф требует, во-первых, силы. Не только энергию, но это связанные вещи, поэтому в курсе энергичная. Мы там и прыгаем, и упражнения делаем, и выпады. Что мы только не делаем. У тебя изменились как-то отношения со своими одноклассниками и вообще в школе до популярности. То есть ты до популярности была такая, потом стала популярной, и не изменили к тебе какое-то свое поведение, скажем так? В хорошую сторону, мне кажется, да? Конечно, в хорошую сторону. Все такие видео с ними. Вот, смотрите, это моя подруга, завидовайте молчатым. А, реально? Да, завидовайте молчатым. Все. Дикольно. А что именно вот изменилось? Изменилось, ну, сейчас. Такие, мало обращали на меня внимания. Ну, как? Ага, мало обращали внимания, а сейчас, наверное... Как будто я привидение, меня никто не замечает. Ну, короче, я такая, примеривающая, она такая, привет, ладно, все, давайте так вот это, ну, как будто я одинокая. А у меня такого нету. Возможно, потому что я в старших классах, в седьмом, уже почти в восьмом, у меня такого нету. Ну, и меня, в принципе, все устраивает. У меня бывало, что кто-то там такой, о, это же ты. Но у меня, кстати, не узнавались. Узнавались? У меня раньше... Ну, как блогер. Не прям с ничего-то. Ну, раньше за спиной мы что-то общались. Ну, смотри, какая она. У меня такого не было. Не знаю. Ну, когда я уже сказала блоги, что она вот такая, они сразу мне сказали, что она такая хорошая, да. Странно у вас там все? Очень странно. И очень ненормально. А что про учителей? Что с учителями? Они тоже как-то изменились? Или они как были, так и идут? Нет, они не изменились. Ну, как... Ну, когда я снималась в кино, у меня есть учительница по ИЗО. Она такая... Ну, когда я... Как будто я заболела, но я улетела в Катар. Да. Она такая... А где наша звездочка Равина? Где наша Осья? Осья у нас где тут? Осья. В хорошем смысле. Ну, хорошо. Она, она, она. Хорошо со мной общается. Классно. Ну, я хорошо рисую. Она такая, смотрите, как она хорошо рисует. Примите ее пример. Смотрите, она такая хорошая. А сальгином, она же такая... А ты хорошо рисуешь? Да. А, я ведь... Да. Я видела, я видела, что ты рисуешь. Я видела, прости, я забыла. Я видела, что ты рисуешь, там истории разные были. А у меня немного другой стиль рисования, поэтому учительница по ИЗО не ставит меня в пример. Но у меня, если у меня не... Если я не успела докрашивать, она все равно оставила пять. Ладно. Я тебе... Ладно, в следующий раз ты сделаешь хорошо. Ладно. Я уверен. У меня почти так же. Она мне поставила пять, когда я нарисовала машину будущего. Просто разноцветными какими-то фломастерами, красками. А ты ходишь с телефона в школу или оставляешь в дом? Нет, я... Ага, пара. В школе. И когда урок начинается, учительница... Все сдаем телефоны после уроков. Да. Ну, я забыла про свой телефон. Я осталась в школе. Потом я мама кричала, где твой телефон. И потом мы позвонили учительнице, и, оказывается, был в классе. Ух, страшная ситуация. Очень страшная. Прямо очень. А ты теряла телефон? В детстве я теряла. Теряла? И нашли? В итоге или прямо потеряла? Нет, ну мы нашли. Ну, просто смотри. Я сижу на телефоне, оставляю в диван, и пойду я такая уже... Где мой телефон? А, у меня, по-моему, сегодня... Нет, сегодня, по-моему, там так было, если не ошибаюсь, вроде бы. Я это где-то там оставила и миллион часов искала, а потом вспомнила, что там лежит. Да, как-то тебе носки, ты что-то... Кто будет здесь поставить, где мои носки? Вроде бы память хорошая, а вроде бы она нехорошая. А вот насчет Рилс. Что мы можем сделать насчет Рилс? Я не знаю, но хотя... Почему я не знаю? У меня много идей должно быть. У меня там в телефоне. И мы можем с тобой выбрать что-то вместе. Видела трену, ну, какой-то такой... Трен? Такой... Петро, Петро, Петро. Да. А ты хочешь его вот эту снять? Ну, такая... Ты мне скидывала, я видела. Да. Мы можем снять его. И не знаю еще. Ну, в принципе, можем Петро снять. И потом посмотреть в моем телефоне. Я просто все свои идеи... Идеи не знаю наизусть. А как ты находишь вообще идеи для своих Рилс? Потому что у всех почти блогеров, мне кажется, с идеями прямо огромная проблема. Лично у меня, да. Мы с мамой вместе выбираем, ну, где мы должны снимать видео. Или мы смотрим в Инстаграме, ну... Идеи ищите там. Да, ищем идеи, что надо снимать, ну, где место мы должны снимать. Ну, и вот наш подкаст подошел к концу. Всем спасибо за просмотр. Я это очень сильно ценю. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Если вы еще не подписаны, о, вкорс подписаться. Ведь где вы еще найдете такие прекрасные ролики? Конечно же, нигде. Это правда. А Рабине у нас есть... Мини-сюпрайз. Спасибо. Это от нашего подкаста. Также свои какие-то, возможно, пожелания. Или ты, может, что-то хочешь сказать своим подписчикам, поклонникам? Спасибо, я все, что ты меня позвала. И хорошо мы с тобой пообщались. Было очень здорово, было весело. И всем пока. Подписицы, я Сиры. И всем пока. Я вас очень всех люблю. И мои тоже подписчики. Вот, подписывайтесь, жмите на колокольчик. Не забудьте написать в комментариях свои ощущения. Хотите ли вы больше? И кого хотите здесь, здесь, здесь увидеть в следующем. А вообще, если хотите кого-либо увидеть, и чтобы я продолжила это, ставьте лайки. И вообще, просто будьте активны. Всем спасибо, и всем пока. И тебе также спасибо. Спасибо.